8 видов оргазмов. А сколько оргазмов знаешь ты? Если ты, например, не занимаешься мастурбацией, не исследуешь свое тело, если ты стесняешься вообще слова секс, упал темперамент, погасла страсть. Оргазм это не сюрприз, который пах и появился. 8 видов оргазмов. Приветствую тебя, меня зовут Светлана Грапова, я сексолог, эксперт в области сексуального удовольствия. И сегодняшняя наша тема это 8 видов оргазмов. Для начала давай перечислим, какие виды оргазмов есть. Первый это клитеральный, второй это клитерально-вагинальный, третий это клитерально-цервикальный, клитерально-мамиллярный, клитерально-перианальный, клитерально-анальный, мультиоргазм, сквиртинг. А сколько оргазмов знаешь ты? И получаешь ли ты все эти виды оргазмов? И испытываешь ли ты вообще оргазм с мужчиной или ты привыкла получать оргазм самостоятельно наедине? И вот сегодня давай разберём эти вопросы. Если ты, допустим, испытываешь оргазмы самостоятельно и используешь, например, душ, струю воды или же, например, сильные стимуляции, при этом ты не можешь получить оргазм с мужчиной, это означает, что твой организм привык к сильным вибрациям, сильной стимуляции, и тебе непросто будет сделать перенос. Для переноса, для того, чтобы ты получала другие виды оргазмов, и твой секс был разнообразный, и ты чувствовала себя круче, а мужчина не испытывал чувства вины, потому что он не смог довести тебя до оргазма, нужно делать переносы. Для этого мужчина должен быть выносливый, и он должен научиться пролонгировать половой акт. То есть твой секс, он должен длиться минимум 25-40 минут. Если ты, например, умеешь получать определенный вид оргазмов с рукой или же, например, от оральных ласк, но ты бы хотела получать оргазм, например, от стимуляции вагинальных стенок или же других точек эрогенных зон, ты можешь развивать свои эрогенные зоны при помощи правильной мастурбации. Правильная мастурбация имеется в виду использование естественных движений пальцев и естественного фалоимитатора без вибраций. То есть таким образом ты можешь развивать свои эрогенные зоны и научить свое тело таким механизмам, которые приведут тебя к рефлексам оргазма. Об этих механизмах ты рассказываешь своему мужчине, ты его направляешь, делишься с ним в постели, до постели, после, и уже получаешь свои оргазмы. Также ты можешь развивать и анальные оргазмы при помощи анальных пробок, которые ты можешь тоже использовать при мастурбации, по ходу мастурбации. Для анальных оргазмов тебе понадобится анальная пробка, но не используй анальную пробку с тонким переходничком. Основная ошибка того, почему ты не получаешь оргазм, это отсутствие опыта. Если, допустим, у тебя было мало половых партнеров, если ты, например, не занимаешься мастурбацией, не исследуешь свое тело, если ты стесняешься вообще слова «секс», тебе нужно менять свое восприятие. Тогда у тебя пройдет это состояние гиперконтроля во время секса, и ты будешь получать больше намного удовольствия. Для того, чтобы изменить восприятие, нужно окунуться в направлении сексуального развития и понять, почему у тебя так происходит, почему ты не можешь наладить отношения с партнером, почему ты не можешь расслабиться во время секса, получить оргазм, почему ты не можешь, например, коммуницировать с мужчиной и рассказать ему о том, как тебе сделать приятно, как тебя полоскать, как довести тебя до оргазма, получения удовольствия. То есть, если ты до сих пор не научилась это делать, нужно обязательно раскрепощаться для того, чтобы избежать и конфликтов, разногласий, недопонимания того, почему погасли отношения, упал темперамент, погасла страсть, то есть, в общем, почему отношения уже не те. Это потому, что, возможно, ты не получаешь оргазм, мужчина это со временем чувствует, и после секса он начинает испытывать чувство вины, и это приводит, собственно говоря, к разрывам или же изменам. Поэтому оргазм – это очень важная вещь в твоей жизни, в твоем здоровье, в личной жизни и в ваших отношениях. Очень хороший способ достичь оргазма – это тренировка и развитие мышц тазового дна. Если, допустим, ты еще до сих пор не ощущаешь, как происходит сам процесс, то есть, ты не чувствуешь во время секса близости, трения, фрикции со стороны мужчины, это означает, что твои мышцы, они еще не развиты, что вегетативно-нервная система, она там есть, она там присутствует, но у тебя недостает опыта, то есть, еще не развита твоя эрогенная зона. Раз. Два. Это, например, страхи, стыд, чувства вины, определенные блоки, которые там затаились и не разрешают твоему телу получать удовольствие. Для того, чтобы ты получала удовольствие, важно заниматься своим развитием прежде всего через тело. Да, ты можешь много информации изучать, слушать там по сексу, что, как, где и зачем, но пока ты не начнешь пробовать, пока ты не пропустишь через свое тело, через практику, через ощущение и не приобретешь опыт, ты никак не сможешь по-другому испытать оргазм, разве что во сне. Поэтому есть предложение заниматься развитием и тренировкой интимных мышц. То есть, делать упражнения Кегеля, делать упражнения с яичками, делать упражнения с тренажерчиками. Это все касается интимного фитнеса, который позволяет женщинам не просто развивать чувствительность и оргазмичность, а еще и поправить свое здоровье, подготовиться к родам и восстановлению после родов. Вот такая вот интересная есть система тренировок, которая помогла уже большому количеству женщин, которые освоили ее и пришли к своим оргазмам. Если тебе эта тема интересна, чтобы узнать больше, переходи по ссылке в описании. Если ты хочешь получать 8 видов оргазмов, что нужно для этого делать? Во-первых, познать свое тело. Оргазм – это не сюрприз, который пах и появился. Да, иногда бывают такие сюрпризы и хочется все чаще. Но когда ты знаешь свое тело, знаешь механизмы по достижению оргазмов, разных видов оргазмов, получаешь просто кайф, без всякой траты на то энергии, лишней траты. А представь себе, как классно мужчине, который знает механизм, как тебя довести до оргазма. И ему легко и просто, и тебе хорошо, и вам вдвоем тоже классно. Поэтому для того, чтобы получать оргазм, надо мастурбировать, надо заниматься сексуальным образованием, надо изучать свое тело. Например, ходить на танцы, например, иногда смотреть, как у тебя там все устроено. Ходить голой, в длинных платьичках и так далее, на шпилечках. Развивать свою женственность, свою сексуальность. И если, допустим, ты чувствуешь, что в тебе есть потенциал, что в тебе есть куча разной информации, сексуальных фантазий, а ты не можешь это освободить из себя, значит, знай, что в тебе есть та жрица любви, женщина-богиня, которая достойна получать удовольствие и 8 видов оргазма. Важно просто начать что-то делать. Если тебе понравилось это видео, если ты хочешь больше информации, подписывайся на канал, ставь лайк, делись этим видео со своей подружкой. Ну, а мы встретимся в следующих темах. С тобой была Светлана Грабова. Пока-пока.